Добрый день, уважаемые зрители! Я продолжаю прерванную вчерашнюю прогулку. На самом интересном месте всё прервалось. Я вчера шла домой из налоговой. В налоговой я дала документы, потом вышла, решила пешком пройтись. Я там живу прилично, но всё-таки близко. И начала, дорогие друзья, рассказывать вам о том, что мне этот Левобережный район очень нравится. Он мне действительно очень нравится. И мне хотелось бы там работать в шаговой доступности, чтобы можно было на работу приходить, с работы домой. Вот как-то так. Ну, я мечтаю, что я всё-таки отсюда хочу уйти, но не сидеть дома, а всё-таки запомнить анкету. Я ещё не сделала некогда фотографию естественную свою поставить. И у меня есть такой сайт «Хантер». И вообще разные есть сайты для вакансии. И туда сместить. Знание, опыт у меня с избытком. Единственное, меня смущает. Представьте, я буду заполнять, напишу стаж деятельности бухгалтерской с 1977 года. Вот посчитайте, сколько 77-й. 1977-й. Минус 2023-й. 46 лет. Пусть 45 будет там. 45 лет старше. Вот я просто представляю удивление работодателей. Вот это меня останавливает, комплекс неполноценности как бы у меня присутствует такой. Вот из-за этого я, собственно, немножко торможу. Ну, поэтому, думаю, здесь мало платят, мы уже как бы, вот, как другие относятся. Вот просто по внешнему виду. Так-то энергии у меня много, знания есть, и я бы пользу там принесла реальную. Ну, и денег бы заработала, что важно. Мне просто, вот знаете, как бы надоело брать в кредит на путешествие. Почему я должна в кредит брать, если я могу заработать? Могла бы, чисто теоретически. И хочу посмотреть, проверить рынок. Рынок труда в нашем городе. Может быть, по этому поводу буду видео делать и вам рассказывать. Потому что, знаете, очень интересная всегда встреча с потенциальными работодателями. Интересная, я последний раз искала работу, знаете, где-то в 2003 году, 2004-2005, вот конец 4-го, начало 5-го года. И я нашла вот в этой фирме, я работаю с 2005 года. Вот я привыкла, жалко, если бы шеф платил побольше, то можно было бы, как бы, работать и ни на что не обращать внимания. Но есть ряд причин, по которым это, ну, не то чтобы невозможно. Ну, я могу понять, почему невозможно, но я не хочу быть жертвой. Почему я должна быть жертвой? Я тоже хочу заработать. Люди имеют все, а я должна на маленький клад. Ну, итак, я буду проверять рынок труда и вам рассказывать. И вот, например, я хочу вам рассказать такой случай. Встречи с работодателями потенциальными тоже бывают, знаете, неожиданно неприятными. Вот у меня было где-то в 2002 году, примерно, примерно так. Ну, тогда трудно было с работой вообще, но для меня это все равно. Можно было найти. Тогда я была, сейчас 66 на 20 лет. Ну, грубо говоря, там, на 23 года. Моложе, 43 года, просто, просто девушка. Не, ну, я правда всегда молода выглядела, нормально. По внешнему, если виду. Вот, потому что, когда ты приходишь к работодателю на соискание, во-первых, нужно всегда, чтобы была аккуратная прическа, цвет волос, седины, чтобы не было. Желательно, не полный, не тучный. Вот, ну, просто спортивная, нормальная форма такая, деловая. Обязательно маникюр, педикюр, конечно, там. В общем, ухоженная должна быть женщина. Не чересчур, там, вот, фифочка, а просто аккуратная, с маникюром, с аккуратным лицом, с аккуратной косметикой, если кто-то красит. И стрижкой такой, деловой. Ну, вот так вот. Впечатление, чтобы одеться, соответственно, чтобы не шокировать работодателя. Ну, это как бы я уже знаю. И мне всегда нравилось с работодателем лично беседовать. Но сейчас, другое время, сейчас беседуют с работодателями наши резюме. Резюме. Ну, и вот, как там, что там. Может быть, твое резюме просто отбросят, и все. Ну, посмотрим. Итак, однажды я пришла сеть, ну, я не буду даже называть, чтобы эти люди не узнали себя. И имена я тоже изменю. Это были люди-горожане. Я давно знала по работе на мясокомбинате мужа этой женщины. Она уже такая пожилая была. А он замечательный человек. По партийной линии работал у нас. А я по Комсомольской. Ну, бухгалтеры плюс по Комсомольской линии. В общем, в комитете Комсомола заводоправления была. И вот так-то по работе пересекались. Ну, мне он нравился, вежливо и здоровался. Такой приятный человек. И вот, я прихожу устраиваться. А оказывается, это его супруга. Но я не знала. И вот она смотрит документы. И смотрит, смотрит. Долго изучает мои документы. Где я работала? Почему я ушла? Где я проживаю? Какая у меня квартира? В общем, такие были вопросы. Задавались мне. Которые обычно не задают. Не по работе. Хотя у них была всего лишь розничная торговля. Я не хочу сказать тип торговли. Ну, в общем, представьте, небольшой магазинчик розничной торговли. Все. Товар много, но это розничная торговля. И у них работала девушка, которая была уже в положении. Она собиралась в декрет. Уже вот-вот на сносях. И не могли найти на это место замену ей. И тут я пришла. А я к тому времени довольно опытный человек была. Работала. И преподавала даже. В общем, довольно опытный человек я. Как специалист. И эту девушку я знала в лицо. Потому что она жила где-то в нашем районе. Я иногда встречала ее на остановке. Женщину молодую. И она такая молчаливая, неразговорчивая. А в офисах как бы иногда надо быть социальным, коммуникабельным. Ну, хотя бы два-три слова. Что-то сказать там из вежливости. Ну, не болтать, конечно, а просто. Ну, такая сдержанная девчонка. Ну, и все. И потом мне еще фразу сказала. Придите завтра, хозяйка. Я прихожу завтра, допустим. Она снова наводит, просит меня рассказать о моих родителях, где они работали. Ну, у меня к тому времени уже мамы живых не было. И отца живых не было. И брат в 1985 году. Вот отец моей дочери, племянница моей, умер. В общем, и снохи она тоже тех же годы умела. Вообще, у меня уже, кроме моей доченьки маленькой, подростка она на тот момент, никого не было таких вот. И вот, представляете, я рассказываю вот так и так. На мясокомбинате я работала старшим бухгалтером в таком-то отделе. Ну, вот. Она говорит, а вы такого-то знали? Я говорю, да. Она говорит, это мой супруг. Я говорю, ой, как классно. Я даже так улыбнулась, потому что он реально человек хороший. А она потом смотрит на меня, говорит, а у меня сын работает в прокуратуре. Я говорю, вообще поздравляю. И так сижу, она говорит, ну, так сказала, я думаю, ну, замечательно. Ну, думаю, я рада за вас. Вот. Я даже так повеселила, потому что, думаю, ну, тетенька строгая такая, бабушка она почти. А, ну, вот раз муж такой замечательный, думаю, она тоже. Потом она мне такую фразу говорит, а вы готовы вот у нас работать, допустим, и для того, чтобы гарантия была, отдать документы на квартиру нам. Вы можете показать документы на квартиру и отдать на хранение? Меня это насторожило. Думаю, ой-ой-ой, что-то тут не то. Вот. Ну, потом снова разговор перешел на другое. Вот. Как-то, ну, я слушаю ее, а сама думаю, ну, да, сейчас отдам я квартиру, деньги на квартиру, эти документы, а потом она будет мной манипулировать, там, не уволит, если что, или еще что-то. Будут за три копейки заставлять работать. Ну, вот, как-то я насторожилась сразу же, сразу же. Потом сижу, все. Она говорит, ну, хорошо, приходите завтра. Ну, я так поняла, на работу выходите завтра. А я тоже ездила с левого берега на правый, когда безработные у тебя есть деньги как-то на проезд, туда-обратно, туда-обратно. Я туда приезжала, обратно я пешком ходила. Ну, и так, ребята, есть работа, есть деньги. Нет работы, денег мало, а что поделаешь. Так многие люди жили в эти годы, девяностые, двухтысячные, начало. То есть, ну, вот, и мне это было, ну, ладно, пешочком я прошла, а туда же как-то взмыленный не придешь, аккуратный нужно. Тоже должна я прийти. Ну, и вот я пришла на следующий день, я уже так поняла, что дела будут передавать, думаю, и про документы она эти не говорит. Ну, а эти трудовые книжки, то я, конечно, бы принесла ей, я их принесла. Вот, потом она на меня смотрит и говорит, а, вернее, это девушка. Я говорю, вы будете сейчас приступать уже, там, ну, дела передавать. Она говорит, да, 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 будем сейчас. Потом раз, звонок, она говорит, вижу, встревожилась. Нет, нет, пока мы не будем. Сейчас хозяйка подъедет. Ну, я говорю, ну, ладно, подъедет. Потом, дальше, дальше. Это еще не вся история, ребята, терпите. Потом она подъехала, заходит, такая резкая, такая обиженная. Она такая, ну, вот я вижу, властная, властная, и садится, и так строго говорит, садитесь ко мне. Я говорю, да. Она говорит, вы знаете, говорит, а почему вы меня обманули? Что ваш... Я говорю, в чем я обманула? В чем? Она говорит, в том, что у вас брат умер. Я говорю, а я не обманула вас. Она говорит, а вы знаете, а я знаю, что ваш брат там работал. И он в заключении. Заворовство. Ну, у меня брат, правда, умер в 1985 году. А разговор этот 2001-2002 год, вот так, примерно. Я так это, знаете, сразу и не сообразишь. Думаю, ой, как это так? Она смотрит на меня и говорит. Ну, и так вот напирает, что я лживая, неправду говорю. Что я, видимо, она подумала, что я хочу... Это сестра вора, хочу к ним туда залезть. И прямо у них там изменения провести какие-то. Я в шоке, я в шоке. А я в этот раз как раз дочку устраивала в колледж техникум. Она у меня сирота, и у нее льготы там были. Я все эти документы взяла. Свою племянницу, брата умершего, дочь родная. Я с собой документы брала, потому что я думаю, отсюда сразу проеду в колледж. Уже вернусь на левый берег, в район цель поселка. И сдам документы, и ее примут. Вот, наверное, ну, точно уже, как бы, без экзаменов. Ну, в общем, как бы, льгота сироте была. Вот, и я... Эти документы у меня с собой были. И она, как это самое, вот, начала на меня вот так вот и ругаться, и нервно вот так, и нервно вот так, руками. И, ну, думаю, сейчас драться кинется, что ли. А она меня, знаете, как нашла. Человек, когда безработный, он же тоже такой, знаете, на нервах тоже, потому что это судьба решается, работа или нет. И я так вот смотрю на нее, и у меня тоже, как это захлестит. Волна, негодование и отчаяние. И я так, я говорю, вы знаете что, как вам не стыдно? Я говорю, мой брат умер. Достаю эти документы, там, свидетельство о смерти. Ну, вот, на девочку же я взяла. Говорит, видите, свидетельство о смерти. И умер он в 1985 году. Вас это устраивает? Но я для себя решила уже, что я у этой мымры работать не буду. Думаю, просто сейчас встать надо как-то, ну, ее надо наказать. Вот, потом, ну, как, хотя бы словами. И она, та самая, так, в лице переменилась. И я тут вспомнила, я говорю, да, кстати, у нас там действительно работал однофамилец мой, наш однофамилец. Он возил директора. Вот, и потом, его действительно на проходной что-то поймали они там. Молодой был. Все мне говорили с нашего завода управления. Они говорят, братан твой, наверное. Я говорю, нет, это однофамилец. Они вообще даже евреи были. А мы русские, вот, с этой фамилией. Ну, вот, как бы в городе два семейства фамилия довольно редкая. Ну, редкая в нашем Казахстане. И я знаю, что они, ну, они темно-темноволосенькие такие. Вот. И все говорили, твой братишка. И ему сказали, вот твоя сестра, наверное. И мы всегда с ним здоровались. Хороший парень был такой. Отец у него был по строительству. Начальник строительного управления. Такого. Ну, вот. А он вот, водитель, тут времена уже тяжелые были. Это все было в конце 80-х. Примерно. Вот так, в конце 80-х. Вот, вот это вот общение с этим парнем. Ну, и потом я слышала в эти годы или позже, что его, да, арестовали за кражу. Они что-то там мясо перекидывали через забор парни эти. Ну, и вот арестовали. И вот эта женщина, видимо, эту историю узнала. Может быть, у родственника. Поднимали какие-то дела, наверное, либо узнает. И вот она мне вот такое вот выдала. Я говорю, вы, ну, вот, я говорю, вы извините. А у меня, знаете, слезы вот такие вот навернулись. Во-первых, мне за брата обидно стало. Я говорю, знаете, мой брат, конечно, сидел, говорю. Да. У него судимость есть. Была судимость, но его в живых нет сейчас. Ну, у него такая была, типа хулиганство не было. Я говорю, ну, его в живых нет. Я так со слезами. Нет, нет, вы работаете, вы оставайтесь. Нет, нет, нет. Смягчилось. Я думаю, ну, на хрена мне вот эта бабка нужна с ее перепадами в настроении. Я думаю, нет, мне такой начальник не нужен. Хозяин. Думаю, ненормальная какая-то. Я, ну, такая, знаете, я встала. Я говорю, гордо так, я говорю, знаете, я у вас вообще не задержусь. Ну, резко так сказала. Ну, вежливо, конечно, но и не обидеть, чтобы она все-таки пожилой человек. Но дала понять, что я, мне все это не понравилось, скажем так. И ногой двинула я стул, вот так, раздражение вот так, за ножку. Вот так вот стул чуть-чуть запремел и вышла. Вы меня не так поняли. Я говорю, я прекрасно вас поняла. Я говорю, такой бухгалтер, как я, с моей квалификацией, у вас, если будет работать, для вас это будет роскошь. У вас слишком скромно и все просто. Мне это не подходит. И все ушло. А потом я эту девочку встретила. Ну, на улице вот как-то встретила. Я говорю, как? Вы ушли оттуда? Она говорит, ой, говорит, вы знаете, еще после вас двое были. Да вас сколько? Она вот так всех проверяла, проверяла. Я говорю, еле вырвалась. Я говорю, а у вас что, тоже были документы на квартиру? Она говорит, в том-то и дело. У меня были документы на квартиру. Она жила в благоустроенной квартире у нас там, на поселке. Вот так вот, такой случай. Вот так работу искать. Иной раз, знаете, вот с такими людьми неадекватными встретишься. Все перевернула. Все я даже это... Тогда была вот в ужасном состоянии. Токсичные люди попались. Я не хочу сказать, там, плохой она человек. Может быть, она и хорошая, но просто вот с такой стороны. Думала, а как же с ней работать? Это невозможно. Боже ты мой. Нет, нет, нет. Я с радостью ушла. Но мне потом подвернулась работа, нормальная такая. Я вообще, как бы, розницу даже не очень люблю. Я поэтому и сомневалась. Я больше, если по торговле, то оптовик или производство, или строительство у меня. Вот. Ну, как-то так. Или оптовая торговля. Большим количеством таком. Ну, вот, собственно, это, ну, как бы мне и не подходило. Но я просто думаю, тоже без работы деньги нужны. Думаю, ладно, тормозну здесь. Ну, вот так не получилось работать. И, конечно, я рада была оттуда. Но дочку я устроила, она колледж закончила. Все, но... Вот у меня просто были с собой документы, я ей показала. Бессовестная какая вообще. Ну, мне тогда так казалось. Может быть, она по-своему права, конечно. Но токсичный человек. Вот, дорогие мои зрители, вот такая история. Поэтому, когда ходишь-бродишь, это тоже очень даже, как сказать, можно понервничать из-за этого. Но сейчас, кажется, все по-другому делается. Сейчас, вот как у нас, если... Мы тоже резюме забрасывают нам, мы смотрим. Или распечатываем сайтом. И выбираем уже. Так что человек, написавший резюме, он может к нам даже и не попасть. Потому что сразу вот так. Ну, в принципе, если что, у меня пенсия правда хорошая. Я могу и дома сидеть. И... Дома тоже интересно. Я могу больше внимания Ютубу уделять нормально. Нормально оформлять видео и вообще снимать больше. Может быть, и заработок пойдет даже Ютубовский. Тоже вообще классно было. У меня мечта заработать на Ютубе. Уже сколько лет и 600 видео. Заработка нет. В рекламу не вкладываю деньги. Ну, а видео уже, видите, какие. Как на любителя. Кому-то нравится, кому-то нет. Дорогие мои зрители, пока-пока-пока. Всего доброго. Сегодня вот такое видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok